Необычные идеи разрабатывают резиденты якутского бизнес-инкубатора. Площадка, созданная на базе Северо-Восточного Федерального Университета, помогает молодым энтузиастам в реализации проектов от социальных до инновационных. Евгений Забаровский пообщался с теми, кто связывает свое будущее с предпринимательской деятельностью. Этот механический малыш умеет обходить препятствия на своем пути. Такими способностями его наделил создатель, преподаватель школы робототехники. На базе бизнес-инкубатора при СВФУ Максим Михайлов занимается обучением детей профессии будущего. На изготовление одной такой модели у выпускника школы робототехники здесь, в бизнес-инкубаторе, может уйти до двух месяцев. Сначала это, конечно, теория, но потом начинается самое интересное. Достаточно будет подсоединить один провод, и собранный твоими руками робот оживает. Знания, которые человек приобретает при проектировании подобной техники, пригодятся практически в любой промышленной отрасли, считает Максим. Именно востребованность легла в основу его предпринимательской деятельности. Это только первый робот. После этого мы должны взять робо-руку, робо-паука, все такое. У него есть ультразвуковый датчик. С помощью него он видит, например, как кит, что перед ним находится, и он рандомно проворачивается. А вот в соседней комнате сидят изобретатели с совсем другими целями. Здесь располагается компания по производству игрушек. Правда, не совсем обычных. Фигурки, над которыми работают умельцы, коллекционные. Их продают исключительно в интернете. Мы вообще видим нашу компанию, которая разрабатывает игрушки на всей аудитории и на масс-маркет. Вообще наша мечта – это зайти в детский магазин и случайно увидеть там нашу продукцию. Сейчас разработчики занимаются новым проектом – настольной игрой с элементами якутского эпоса. Нам разрешили посмотреть на её раннюю версию. Это кооперативная игра, рассчитанная на четырёх человек и более. Цель игры – это покинуть этот мир с помощью портала. Все элементы своих игрушек предприниматели разрабатывают сами – от первых эскизов до 3D-моделирования. Они, как и многие резиденты бизнес-инкубатора, обычные энтузиасты, для которых площадка создает условия, необходимые для их дальнейшего развития. Мы помогаем людям, которые приходят даже с проектами, на стадии идеи сформулировать свои бизнес-планы, начать первые продажи. Останавливаться на достигнутом в СВФУ не собираются. В ближайшем будущем в университете планируется внедрить образовательные дисциплины по бизнесу. Всё это говорит о том, что данная сфера не только интересна, но и весьма результативна. Евгений Забаровский, Максим Бурцев, Вести, Якутск.